все уважаемые товарищи мы продолжаем начать извините за маленькой технической авиаска только что закончился пост 17 коммунистом не буду и на этот в прошлом году мы использовали из этой недельной главы тексты на высоком риме тексте в этом году я сделал основу главу в акции 2, в которой написано более-менее раз в интернете и весьма интересна с точки зрения и я надеюсь, если время нам позволит в конце мы немножко еще подробно это только там о том неделю назад мы разобрали первую первую группу Раф Лягу, прошу прощения очень плохой звук, что-то можно сделать? и Аня тоже пишет, что плохо слышно Прошу прощения, можно что-то сделать со звуком преподавателя послушай, народ говорит, что плохо слышно хотя, честно говоря, у меня нормально я не чувствую никакой разницы не знаю, я вот тебя хорошо слышу а вот преподаватель практически совсем как будто издалека откуда будет очень как-то там изглухо как все постарайся, может быть, говорить ближе к микрофону на компьютере я не знаю, у меня нормально слышно так я не успею поставить на четвертых словах но, как говорят, у нас нет мы можем переключиться так 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 дамы и господа просим извинения за некоторые технические неувязки но не мы им причиной пожалуйста, Натан, увеличи увеличь шрифт мне будет удобнее так я тогда не обращаюсь к словарю словарь есть в нашей группе в телеграме вот и просто по ходу дела я буду вам какие-то слова зачитывать из этого словаря итак Ваяр Балах и увидел Балах бен Ципор сын Ципора это кола шер аса все, что сделал Израэль Израэль ла эмури народу эморейцам Ваягар это слово достаточно редкое, архаичное означает оно испугался словарь показывает, что оно существует только в прошедшем времени и в будущем времени ну, добавлю, что есть такая известная фамилия восточных евреев Аль Магор что значит не бойся почему такая фамилия сказать не могу итак здесь это слово означает и испугался Моав народ который называется Моавитяне мипней это слово по ним то есть от лица хаам то есть испугался он перед народом испугался от народа еврейского конечно меод очень ки раву потому что он велик имеется ввиду еврейский народ спрашивается как же так по времени муавитяне и Израиль примерно в одно и то же время возникли то есть они одинакового возраста но дело в том что как мы знаем евреи будучи в Египте размножались совершенно неестественным с неестественной скоростью поэтому их численность действительно значительно больше здесь это подчеркнуто так ваякатс муав кац значит это слово означает конец да помним мы одну из главтора которая называется микец но здесь имеется ввиду просто опротивело стало жутко муав это муав мипне израиль от сынов израиля несмотря на то что как говорит комментарий им было известно что евреям запрещено начинать войну с муавитянами тем не менее я хочу немножко добавить если некий народ проходит через территорию другого народа просто проходит с разрешения царя для того чтобы начать войну с третьим народом это третий народ имеет право обидеться на второй народ зачем же ты пропустил врагов к нашим границам да поэтому муавитяне хотели бы избежать этого да но здесь указывается еще и другая причина какая воемер муав эль зикней медьяна и сказали муавитяне старейшина медьяна а та через аин это значит сейчас елахаку елахаку это буквально этот корень означает щипать траву как это делает бык но еще этот это слово означает полностью все прикончить как то вот так да и здесь возможно используется этот корень в обоих значениях а может быть это одно и то же значение это как бы игра слов то есть объезд гакагаль общество эт коль свивотейну свив это вокруг свивот свивотейну это наша окрестность все что вокруг нас ки лхок это вот то же самое слово как и здесь да ой 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 что я сделал я почему-то уменьшил да вот это слово и вот это слово ки лхок а шор бык это ерек а сады зелень полевую ерек созвучно с ерок зеленый у валак бен ципор а вот этот балак сын ципора мэлэх лэмуав он царь муава баэт га ги в то время вайшлах малахим и послал буквально посланцев дело в том что слово малах часто используется в значении ангел но здесь прямое значение малах это работник это тот кто делает мэлаха да то есть послал каких-то своих слуг эль бил амак человеку по имени бил ам который является главным героем этой истории бен беор сын беора петора птор это название местности а здесь в форме куда в птор ашир аль анахар который на реке эрец бнэй амо стране сынов народа его зачем же он послал ликро ло позвать его леймор говоря хинэ вот ам и отца мимец раим народ вышел из египта хинэ вот киса это означает покрыл отсюда словом мэхасе покрытие мэхасе это крышка например кастрюли да эйн эйн хаарец буквально глаз земли то есть насколько видно глазу вся земля покрыта этими евреями расплодились размножились как это называется засилье да значит для тех кому это важно слово засилье не от слова сила от слова сесть то есть евреи пришли и засели там да как например в свое время харидим засели в финансовой комиссии кнесета или в министерстве здравоохранения или министерстве строительства так вот ну ладно значит покрыли они лицо земли насколько видит глаз с а он сидит расположен находится напротив меня муль это напротив а сейчас леха на иди пожалуйста на это лошон бакаша так это значит это значит пожалуйста ара вот это слово означает проклинать я пытался найти его в слове в такой форме но нашел только в форме арер арер мы помним это слово например по песенке арур аман проклят аман ара ли проклини мне это ама зэ народ это ки ацум у ми мэни потому что велик он страшен в сравнении со мной относительно меня я очень прошу вас мне трудно технически переключаться вот с этого экрана на словарь который я конечно же подготовил если если я озвучиваю не самый подходящий вариант перевода слова а словаре есть более подходящий пожалуйста не стесняйтесь приведите его из словаря да или если у вас есть какие-то предложения по ходу дела так улай может быть ухаль ухаль это ты сможешь не путать слово яхоль это от него будущее время со словом охель кушать которое кажется гораздо ближе к этой форме но на самом деле ухаль это ухаль это я смогу да а будущее время от слова охель я скушаю это либо эхоль либо охаль охаль отличается от ухаль так вот что говорит он может быть я смогу на кэ бо на кэ это буквально посмотрите в словаре что дает нам словарь расправиться прикончить а смотрите на кэ конечно же это слово мака да побить 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 его то есть истребить этот народ бо бо это в данном случае его во агаршена корень гимел рейшшин да как слово герушин развод да то есть изгнать минаарет из страны киядати потому что знаю я несмотря на то что вот это слово и от дати вроде бы стоит в форме прошедшего времени мы переводим его настоящим временем эт ашер те варех мэ ворах корень варах это благословение то есть тот кого ты благословишь благословен ве ашер таор юар вот это тоже слово что здесь кого ты проклянешь будет проклят заметьте что это похоже на благословение которое Всевышний дает Аврааму да и еще в одном месте там будет аналогия вы ее заметите и пошли старейшины муава старейшины мидиана это очевидно какие-то предметы для колдовства есть спор относительно того был ли билам пророком с одной стороны говорится что он был пророком причем по силе не уступавшим муше с другой стороны он назван только колдуном мы не будем вдаваться в такие подробности мы занимаемся исключительно ивритом кэсамим это некие предметы для волшебства кэсэм это колдовство в современном иврите кэсам это фокусник который показан фокусы что в общем то наверняка может почти каждый из нас да бэйадам в руках их ва яво эль билам и пришли они к биламу вай дабру эй лав и говорили к нему диврей балак диврей балак слова балака вайомер алейхэм и сказал им то есть сказал им кто билам кому этим посланцам лину по галайла лину это оставайтесь переночевать ла лун отсюда слова малон гостиница я могу вам напомнить что когда элиэзер слуга Авраама обращается к рифке которую он встретил у колодца со словом можно ли у вас ла лин переночевать одну ночь отвечает она ему есть у нас маком ла лун есть у нас место чтобы ночевать даже долго вот то есть две формы которые немного разлучаются это в общем то речь идет о кратковременной ночевке по галайла здесь эту ночь и возвращу вам слово это слово это то как на танахическом языке означает ответить потому что слово да ответить означает имеет несколько другое значение поэтому всегда говорится и ответили и сказали так вот я верну вам слово которое скажет мне всевышний и сели и остались князья князья муава можно передвигать так 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 где мы в какой фразе я просто не вижу покажи покажите мне так нет нет ниже а спасибо так во и остались князья мава им билам с биламом во его эл 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 билам и пришел всесильный к биламу обратите внимание что на протяжении всего рассказа всевышний обозначается этим именем которое подчеркивает строгий суд до категории суда так вот что же он сказал так вайомер михана шимаэла и мах что за люди эти с тобой ну конечно же всевышний знает кто эти люди и зачем они пришли тем не менее очевидно он хочет услышать восприятие самого билама так вайомер билам эл и сказал билам всесильного балак бен ципор мэлэх муав шалах элай балак сын ципора царь муава прислал ко мне вот народ вышедший из эгипта вайхас и покрыл он лик земли так мы скажем а то теперь леха кавали о то приди проклини мне его подчеркивает комментарий что здесь использовано не вот это слово а а другое слово кава которое имеет более сильное значение проклини мне с использованием имени всевышнего проклини мне его то есть этот народ улай ухаль может быть смогу я лэгила хэмбо воевать с ним ва гэ раштив и изгнать его байомер элухим эль билам и сказал всесильный биламу лотэ лэх и махэм не ходи с ними ло та ор это ам не проклинай народ ки баруху потому что благословен он казалось бы все ясно да но билам на что-то рассчитывает воякам билам бобокер и встал билам проснулся билам утром байомер эль сарай балак валак и сказал князям валака балака лэху эль арцехем идите в страну вашу ки мээйна шэм ибо отказывается бог мээйн отказывается лэ тити как мы сказали бы сейчас латет дать дать мне разрешить мне дать мне такую возможность ла халох как мы бы сказали ла лэхет идти и махэм с вами да ваяку мусара и муавы встали их князья муава ва его эль балак и пришли к балаку к балаку ва йомру мээйн билам алохи ману отказывается билам идти с нами ва йосеф от балак и умножил еще балак то есть он продолжил шалох сарим посылать князей арабим многочисленных вэних бадим и уважаемых чем эти то есть билам совершенно недвусмысленно намекнул а балак прекрасно понял да что делать здесь в уважении так так вая вуэль билам и пришли к биламу ва йомруло и сказали ему коамар балак бен ципор так сказал балак не отказывайся пожалуйста ли много это избегать аль это отрицание на это просьба мы переводим все вместе вот это выражение пожалуйста не избегай мэ алох элай от того чтобы прийти ко мне так и кавэд к бэд а ха бэд ха потому что леха кавод это уважение а кавэд это печень да и кавод кавод это уважение да кавэд это тяжело точнее да почему что значит леха бэд это придавать вес то есть я обязательно уважу здесь мы видим повторение корня которые усиливают действие мэ од очень я очень уважение и все что ты скажешь ко мне эссе я сделаю у леха на и идеи пожалуйста кава ли это амазе проклини мне народ это твоя ангел прошу прошу прощения можно секундочку а вот разные слова же используют в смысле проклятие вот кава а там была ару руша да вот я даже толкователь по моему обращали внимание там кто-то выше по моему балак что ли имел ввиду что прокляни в смысле ну просто прогони что народ уйдет а вот здесь имеется ввиду просто прям таки уничтожить не просто сам чтобы у народ ушел а именно чтобы его уничтожили вот я такой версии слышал почему так смысл посмотреть комментариях наверняка что то есть по этому поводу вот я вот вот такую версию я там прочитал но надо бы посмотреть ну в русском языке мы не имеем возможности наверное сказать проклясть сильно или проклясть проклясть еще сильнее да поэтому мы используем одно и то же слово да а комментарий очевидно покажет где тут сильнее спасибо так 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 у леха на кого дамазель как мы в ютхе от ниже твоя ангелом и ответил был а здесь корень он и который мы сейчас используем значение ответить воем р.л. авдей волок и сказал работникам балака им и тэн ли так можно подвинуть текст балак мело вей то кесеф изгав если даже даст мне балак полный дом свой серебра и золото но это явный намек да но ухалла а вор не смогу я обойти перейти эт пи хашем обойти устав всевышнего э ла ай бога моего а ла асад и катана о гдола сделать малое или великое здесь катан гадоль известные нам слова стоят не в женском роде да а образуют выражение нечто небольшое несущественное или нечто существенное великое ве ата а теперь шевуна ва зэ гам а тем а теперь посидите пожалуйста в этом то есть здесь и вы тоже а лайла эту ночь ва эда и я дам знать что добавит всевышний в разговоре со мной говорить со мною кстати обратите внимание что хоть до этого в тексте бог назван именем элуким здесь рассчитывает надеяться на бил ам на милосердие всевышнего отношении к нему и называет его четырех буквенным именем да и пришел всесильный к бил аму ночью ва йомерло и сказал ему им ликро леха бау а нашим если позвать тебя пришли эти люди кум станет лех идеи там с ними ве ах ах это то же самое что рак и только это давар ашер адабер только слово которое я буду говорить о тех а тебе о то тация его сделай буквально то есть ты не можешь а нести от себя тяну а почему же всевышний изменил вроде бы до свое решение до этого говорил не ходи с ними тебе он говорит иди есть такое высказывание тем путем которым хочет человек идти его ведут до бил ам сам напарывается но из этих слов он должен понять что ему нет смысла идти к балаку потому что было его приглашает исключительно проклясть народ а этого он сделать не сможет его можно сказать только те слова которые вкладывает всевышний в его уста да поэтому он должен сам сообразить нет смысла идти да тем не менее он дает повод балаку и в общем то всем кто к этой истории причастен и нам как читателям этой истории да подумать что не дай бог всевышний может изменить решение да то есть народ который он благословил до вдруг согласиться с тем чтобы проклясть его там много интересного в комментариях очень советую вам посмотреть так каф алиф ваякам бил ам бобокер и стал бил ам утром ваяхавош это а то но и запряг ослицу свою ваяхавош означает запрячь вы видите очевидно параллель с авраамом про него тоже сказано что он сам запряг осла когда бог дал ему указание вознести и цхака рассказе про акидат и цхак но там добавлено встал авраам а рано утром то есть и здесь бил ам несколько недоработал о чем и говорит комментарий слово а тон означает ослица спасибо спасибо анна советую вам посмотреть значит хамор осел а тон ослица это слова не однокоренные домашние животные в иврите по крайней мере те животные которые считаются домашними да у них такая особенность мужчина и женщина да они происходят от разных корней так военных им царе мавы пошел с князем и муава вай хор аф элувин и возгорелся гнев всесильного ибо идет он на что она что-то рассчитывает ваид я цев мал ах ашем бадырых и встал ангел всевышнего на дороге ваид я цев это буквально установил себя так ли сатан слова сатан буквально означает препятствие да но иногда этим словом означают обозначают ангела который исполняет какую миссию всевышнего да с наказать это более правильно нет я бы сказал так спровоцировать человека на нарушение то есть показать ему что есть еще и другой путь связанный с нарушением заповеди и человек от этого получит очевидно какое-то удовольствие какой-то прок да ну например если я украду чей-то кошелек то мое финансовое положение наверное улучшится вот на это обратить внимание человека да а потом уже его обвинять и наказывать но тем не менее здесь слова сатан при не применяется ангелу а применяется в чего он стал препятствием на дороге бил а му ло вегу так мне тут не видно прочитайте пожалуйста эти слова у меня тут что-то закрыто я к сожалению не могу управлять текстом вот такая вот проблемка так так спасибо так вот я уже на зима и он едет верхом на аслице и двое юношей с ним спасибо как гимны продолжаем ва-те-ре-га-тон-эт-мал-ах-ха-шем и увидела аслица ангела бога ница в воде-рех стоящего на дороге ва-ха-рэ-бо-ш-лу-фа хэ-рэв это меч и именно вот к мечу применяется вот это слово шалуфа хэ-рэв женского рода как ни странно обнаженный открытый вынутый из ножа до подготовлены приготовлены к действию да я до в руке его ва-те-га-тон-мин-га-дэ-рэх и сошла аслица с дороги вот вот это слово посмотрите в словаре что я там нашел что-то там было интересное по поводу этого слова и вот однокоренное слово ниже на строчки ла-ха-то-та вернуть ее на дорогу так ва-те-лех басада и пошла пополю поле ваях и ударил мака ле-ха-кот бил ам-эт-га-тон ударил бил ам-а-слицу ле-ха-то-та вернуть ее а дар их на дорогу ва-ям-од-мал-ах-а-шем и стал ангел бога ба-миш-оль тропинка а крамим керем это виноградник в на тропинке виноградников гедер мизе ве гедер мизе гедер дадер это забор с одной стороны забор с другой стороны ва-те-ре-ха-тон-эт-мал-ах-а-шем и увидела аслица ангела бога ва-ти-ла-хэц эль-ха-кир и прижалась к стене ва-ти-л-ха-ц и прижала обратите внимание на разные формы одного корня ва-ти-ла-хэц это прижалась а-ти-л-ха-ц это прижала точнее здесь использованы формы будущего времени перевернутого прошедшие это рэгель бил а много бил ама эль-ха-кир к стене в современном иврите тоже вот это ла-и-ла-хэц это очень распространенное слово ла-хэц это не только давление даже может быть гаргона это настоящая разговорная речь когда человеку говорят что по-русски называется не напрягайся до 100 процентов это ла-хэц аль-кина-хэц это не напрягайся до аль-кина-хэц до а аль-кил-хац это как бы в таком низко смысле не палься ну да стражающим ограждающим то есть не заботая человека что мол не нервничать а именно как вот это да не нервничай не напрягайся аль-кил-хац понятно понятно слово лахац лахац это слово которое это же но это же давить на кого-то буквально именно тогда именно в значении давления психологическом я встречаю чаще чем лахац атмосферное давление или лахац давление крови ну да ну и вообще поскольку слова лахац вообще в достаточной степени во многих вариантах описывают состояние любого человека а в том что израиля евреи израильяй на вообще то это в очень разных видах используется очень часто аль-кил-хацала я не дави на меня так хорошо а я еще хотел обратить ваше внимание на слово кир есть разные слова для обозначения стены дома перегородки между стенами и стены крепостной но здесь и но они часто путаются и вот здесь слова кир может означать например забор как плетень или забор сложенный из камней но в любом случае это некая вот такая преграда так ваосеф и умножил то есть увеличил ле-хакота бить ее ваосеф малагашем и еще увеличил ангел бога а вор переходить ла-авор 2 а мод вам о ком цар и стал вместе узком цар узкая до бейнгаме царим период три недели между двумя постами один из них вот только что закончился другой нам еще предстоит и от слова цар такое беды горести а шер эйн тэрэх которая нет дороги лин тот свернуть я мин усмоль ни влево ни вправо ватэреат он это мал ах ашем и увидела с лица ангела бога ватир бац тахат билам и буквально села под биламом да спустилась на землю ваях ваихар а в билам и воскорелся гнев билама ваях и ударил это отон бамакель и ударил ослицу посохом ваевта хашем эт пиха отон и открыл тивишний уста ослицы комментарий ссылается на перкей а вот который утверждает что уста ослицы были одним из чудес которые создал всевышний прямо перед началом первой субботы в мире шестой день творения несколько чудесно перечисляется в том числе уста ослицы я обратил внимание несколько лет назад что газета многотиражка иерусалимского университета называется пи х и тон то есть уста газеты всего-навсего разница в одну букву а тон через алиф ослица и тон через ойн это газета но интересная игра слов ватом мэр лавилам и сказала биламу что я сделала тебя ки хи киттани что ты бил меня зешалош рогали им вот уже три раза рогали им как помимо йомер бил ам латон и сказал бил ам свои ослицы ки хит а лалт би потому что ты издевалась надо мной вот интересное слово лагит а лэль ну если бы ешь хэрэ ве яды был бы меч в руке моей ки а то уже а то сейчас город их убил бы тебя лагарок точно я тоже обратил внимание шалоши галим три праздника паломничества почему почему так наверняка кто-то из комментаторов это объясняет ватом мэра тонн эрбил ам и секунду можно одну секунду здесь интересно да вот это мы говорит и кажется это очень мы очень животное так как бы животные и аллюзия на когда шмуэль говорит слегка когда дашь мэль говорит шауру мэ мэ а коль что что это за голос мы вам как бы изображает он который ты привез и там это вот мы мы это парить очень близко к тому как мы здесь это вот из выражения речи животном и интересная аналогия но вообще чисто формально мы это форма когда она встречается и даже мог бы примерно сказать перед перед потахом по моему перед а например не кто ты был мэ ма а это а мэ а это но но тем не менее это играет нам на руку так ватомиро на белом и сказалось лица бил аму алла а ну хи а тонны ха разве не а с лица я твоя а ну хи как я ведь я же с лица твоя а шер раха в талай что ты ездишь на мне верхом мэ од ха от самого начала твоего то есть вид что с лица он купил не позавчера да а это ее его так сказать первая рука первое транспортное средство а даем азэ до сегодняшнего дня а ха с кэн и скан и с кэн это привыкать иметь обычай разве обычно мне да разве привычно мне ла асот леха код делать тебе так воен и сказал нет это замечательное выражение это которое незаслуженно обойдено вот честно говоря кто-то может быть слышал такое в разговорной речи недоуменные ты считаешь что я это сделал потому что я мне привычно так делать разве ты не знаешь что я обычно так не поступаю значит и либо я был вынужден какими-то обстоятельствами либо ты мне ты меня напрасно обвиняешь чтобы не моя вина а понятно вполне возможно спасибо она так и раскрыл бог глаза бил ама вот на основании этого рамбан рабе мошебен нахман делает вывод что никакой бил ам не пророк потому что аналогичное выражение применяется например кагари но я посмотрел и в словаре я даже поставил до фразу из брейшит там где сказано что бог раскрыл глаза гагарий там немножко другое выражение но смысл тот же самый да ваяр от малах ашем и увидел ангела бога нится в бадерах стоящего на дороге так мы прыгнули где мы только покажи мне покажи мне место да ага да я вспомнил что неплохо было бы вам процитировать стихотворение владимира соловьева что тяжелы те времена когда всевышний заграждает рот своим пророком и разверзает уста аслам вот уже три раза вот ведь я вышел препятствием и я рад а дэрэх лэнэгиди ибо искривился путь напротив меня здесь намек на во-первых ты жестокий человек ты бьешь даже с лицу тем более ты идешь с намерением уничтожить побить народ да а второй намек я вижу в том что искривился путь передо мной это в прямом тексте это я явился причиной того что ослица твоя не идет прямо как ты бы хотел да но кроме того конечно же намек это на то что ты свой путь искривил ведь тем путем которым идет человек его и ведут так ба-тир-э-ни-а-тон и увидела меня ватир-э-ни и увидела не это меня ослица ватет лэфанай и свернула предо мной зешила шагалим вот уже три раза улай не тата мипанай если бы так вот это слово честно говоря не понял значение мы пана если бы не свернула она передо мной по-моему так ки а тагам о тха аракти то тогда сейчас я бы уже тебя убил в отта а ее эхи ее оставил бы в живых от слова хай хаим живая байомер бил ам эль мал ахашем и сказал бил ам ангелу всевышнего хатати согрешил я кило я даты потому что не знал ки а ки ата не цав ликаты что ты стоишь предо мною бады раз секундарь вот это вроде карта да я рад я рад тоже распространено очень слово современном языке это сбивание самолета ирут когда летят ракеты кстати говоря да 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 когда летят это тоже используется когда кипа двор за и железный купол сбивает успешно о ракету говорят я рута я муцлах я это сбивать вот здесь я думаю я развивать с курса мысли что что она тоже потому что она искривилась а вот посмотреть словаре по моему этот это значение подчеркнуто смотри файл словаря мне просто неудобно переключаться я говорю то что помню из подготовленного называется и рутмус и рут это как глагольное существительное то есть корень ют рэш это именно так а вот у вас написано что переводит как ибо стремителен порыве был путь наперекор мне да 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 это санчина по моему так вот использует большой такой отрывочек у вас из комментариев я по-моему даже поставил два отрывка и немножко немножко разный перевод так хорошо продолжаем мы читать ламе дали да ве ата им арабейных а сейчас если плохо в глазах твоих ашу ва ли я вернусь к себе вайомер малаха шэм эль бил ами сказал ангел бога бил аму лэх и манашим иди с людьми в fs fs это значит ничего кроме в современном иврите это слово используется для обозначения чего ну да да то есть ничего кроме да есть такое выражение но с другой стороны слегка это и сленг это стопроцентно когда братьков говорят что он ничтожество города это это начало любого любой уличной разборки говорится мята бихлаль такой стандартный вопрос а кто ты вообще такой стандартным движением стандартным движением руки даме от обихвали такое прокручивание кого-то закручивается болт вот а потом утверждается ответ на этот вопрос а то это еще есть более сильные выражение называется а то это снова упас 0 0 0 без палочки ну что же с палочки правильно а вот это вот выражение коль овцы арыц приводится как все ничтожество земли да да и потом вот этот вот эфис тоже мамой по моему алифте золотом очень сильная на то что эти мироглим которые они говорили сначала их и все потом сказали эфис и 1 приговором ничто тут ничего не скажешь да это так эфис да это товар а ширада берк кроме слова которые я буду говорить и лиха тебе о то ты добр его только ты и скажешь ваиле бил ам им сарей валак и пошел бил ам с князьями балака байшма валак и услышал балак ки ва бил ам что приходит бил ам ваяц или кротой пришел и вышел на встречу ему эль ир моав к городу моава ну очевидно какой-то город на границе ашер аль гвуль арно он который на гранит на границе арно на арно это протока река ашер бикце агвуль который на краю его владений гвуль это и линия граница и то что внутри этой линии то есть владение воемер балак ир бил ам и сказал балак бил аму а ло разве не шало ах шалах ти посылать посылал то есть много посылал элеха к тебе лик ролыха позвать тебя лам а лоха лахта элай почему же ты не пошел ко мне а ум нам слова ом нам сейчас используется в значении однако слово но оваль оно считается общеупотребительным ом нам она как бы более экзотично вот но здесь а ум нам тут немножко другой период который даже словарь дает а лоха лька дыха это сейчас тоже так говорят а ум нам разве не что-то такое да и натан я сколько у нас осталось времени стоит мне продолжать или может быть немножко поговорить про беркат амазон а ну здесь немножко еще осталось давайте закончу конечно разве не смог бы я почти тебя воемер бил ам эль балак и ответ и сказал бил ам балаку и не бати леха ата вот пришел я к тебе сейчас а яхоль ухаль смогу ли я грузинской фамилия смогу ли я дабер ме ума говорить нечто что-то ме ума это как бы ничего кроме слова которое положит всесильный в уста мне ото адабер его я скажу ва елах бил ам им балак и пошел бил ам с балаком ва я воу и пришли кирьят хуцот место которое называется кирьят хуцот кирьят это поселение окруженное кирь стеной а хуцот это как посередине слова хуцот означает полдень и полночь ва из бах балак из зарезов принял жертву балак бакар ва цон бакар это бык цон это овца ва и ша лах и послал левил ам бил аму ве ла царим и князьям ашер и то который с ним ва еги ва бокер и было утром ва егах балак это бил ам и взял балак бил ама ва я алейгу и поднял его то есть взошел вместе с ним бамот бама это возвышение очевидно холмы бааль под названием бааль бааль это хозяин это наверное одно из названий богов ваяр мишам и увидели оттуда к ца ам край народа вот мы прочитали с вами 22 параграф так осталось ли у нас хотя бы минут 10 я думаю сюда хотел только сказать что от слова крает но это как бы может быть это не хедуш никакой но и в танахи его часто упоминается до кириат арба и и в современной географии израиля которая тоже пригороды станаха краем очень распространен есть даже слово которое называется крает которое обозначает некоторые мегаполис стоящих вот из нескольких этих крает а кириат там велик или еще какие то у меня такое было толкование что кириат худсот это город улиц или площадей и ну такое экзотическое толкование что всем слышал что это место улиц имеют ввиду лиц таких красных фонарей где были были жили в основном женщины не тяжелого поведения которые еще сыграют понятно да есть такое название я тоже до самом деле до конца его не понимаю до корона всяком случае будут традиционные ярмарка народных искусств так называемых вот и ну всяческих прикладных вещей даже из разных стран в иерусалиме это к сукоту было привязано холямой сукот и она как раз традиционно называлась худсот аюцер вот интересное название худсот аюцер юцер творуны которые производители а вот худсот худсот это действительно что-то в смысле но это цуга ярмарка представительство мне кажется это вот так почему здесь называется кириат худсот не знаю но последняя мне кажется я не ошибаюсь и когда-то слышал вот то что ешу называется иуда искариот правильно я искариот это искариот на самом да да из краю то есть человек из пригородов то есть он был из тех самых крают да наверное всех или из других других так прекрасно но я вижу что мы не успеваем уже заняться беркат amazon я поставил файл в нашу группу в telegram файл можете посмотреть это второе благословение в него включаются добавки на курим и на хануку мы их рассматривать не будем я просто буду показать вам несколько слов из текста беркат amazon но давайте мы сделаем с вами это в следующий раз так а сейчас беркат amazon было бы очень кстати к выходу из поста но я желаю всем дождаться времени обещанного нам всевышним когда пасты наши превратятся в праздники будут будет отменены будут отменены все ограничения питания что тоже немало важно ну спасибо за за внимание извините еще раз за технические неполадки мы честно говоря много времени потратили с натаном чтобы обойти вот это препятствие но к сожалению она опять возникла на нашем пути попробовать в другом и другом да да может может быть может быть это сработало сказал что же все нормально потом опять то же самое потом то и дело да вот и белом думал что у него уже все нормально а вдруг опять сатан бадыр их кстати подумал сейчас связано или нет не знаю я же такое выражение бронди еврей бела это современного в рите очень частично когда ругается оппозиция с калиции еврей бела это означает человек говорит ну что-то типа даже не чушь а как это было заведом и ложное измышление а потому что он а им по моему да на концерт тогда с балаком это не связано вас бил а мам еще может быть карта бил ам есть есть одна эти мелодия губитель народа более а ну да более а потом то что это на иврителю тоже есть такой ли блог свадая называется человек вынужден дословно глотать лягушек а именно и его заставляют в общем как бы как это как это по-русски сказать на кося выкусит то есть он что-то съел съел то смысла что его заставили это проглотить а а мочи может быть уже что его тоже как бы накормили тем что он не что он не хотел но уста тем что в общем как бы тоже это было дамы что-то типа этого до баллаута баллаута съел это да буквально так да ну что всевышний не прекратил заботиться о своем народе дай бог окей время такое что это важно ну всего наилучшего спасибо большое до 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 новых встреч спасибо большое на здоровье я рад я к сожалению даже не видел есть у нас новые лица сегодня не новая да да я помню спасибо